Девушки отдыхают Прекрасной саги И чтоб на вас мне не нагнать тоски Решил впервые я в стихах Обзор мой сделать Прошу меня вас строго не судить Все будет лаконично и вполне прилично Без мата, фальша, сопель, по-мужски А содержание этих срок прочесть не стыдно будет Даже в школе, стоя у доски Итак, давным-давно Когда трава всегда была зеленой И все деревья нам казались бесконечно высоки Одна компания на общий суд Решила нам явить картину, где было все Красивые машины, азот, бабло Отличные девчонки И много всякой разной суеты Тогда еще наш юный зритель Так не был сильно скоростями искушен И этому прекрасному творению Широкой публикой оказан теплый был прием Еще бы, посудите сами Там было все, о чем мечтает человек простой Добавили туда еще щепотку Драмы, драки, а на десерт Конечно гонки по прямой Наживка съедена со всеми потрохами А зритель жаждет фильм второй И непременно зритель хочет, чтобы этот фильм Такой же был крутой, чтоб снова были драки и девчонки Ну и конечно гонки по прямой Но подождите господа и дамы Давайте разберем сюжет и персонажей этой драмы На свете жил один парнишка Хорош с собой, да и водитель неплохой И как любой великовозрастный мальчишка Любил крутые тачки, девочек и гонки по прямой Но согласитесь, это ли не сказка Гошетку в пол и катишься колбаской По 200 миль вперед по малой спаской Хотя, наверное я тут погорячился В начале-то двухтысячных годов В России наш герой едва ли прокатился И уж тем более по 200 по прямой Машину бы разбил еще до старта гонок Куда там гнать в такую-то дорогу Пешком да ковылять И то уж слава богу Но отвлеклись немного мы от темы Продолжим разбирать сюжет и персонажей сей поэмы Во-первых коп, потом торетто Девчонки здоровяк и еще какой-то шкет Бандит в ролях вторых Массовки куча и в общем все Теперь давайте вкратце про сюжет Наш коп внедриться должен в банду И забличить, и посадить их всех Но метким выстрелом амуровой стрелой Блондинчик охмурен с сестрой лысого Которого и надо было печь А лысый парень оказался неплохой Но вот беда Какой-то черт его попутал И стал ходить он по дороженьке кривой Итог конечно вам давно известен На нем не будем мы внимания заострять Мне лично фильм когда-то был довольно интересен Смотрел его я сам наверное раз пять Итак, проходят дни, все ждут, выходит фильм второй Но здесь уже к большому сожалению сюжетик написали нам хромой Торетто где-то потерялся, сестрички тоже больше нет Бугай, какой-то шкет и Летти по видимости Все не оценили сей сюжет Зато оставили блондина, он как и прежде пашет на ментов И вот опять ему внедриться надо и снова всех оставить без штанов В напарнике ему достался веселый темнокожий паренек Но прежнего задорного сюжета тут явно был потерян огонек А бедный зритель наш хотел знакомых в лиц увидеть снова Но к сожалению создатели картины на этот раз решили по-иному Ах так буянит зритель оскорбленный Я покажу тебе кого тут надо уважать И объясню рублем тебе бесстыдные рожи Кого, куда, зачем и почему снимать Но видимо упрямая контора не до конца усвоила урок И вновь идет на те же грабли смело Пытаясь гонки по прямой на дрифт нам заменить умело Однако, чуя боль утраты денег и видимо за голову возьмись Немного лысины в конце картины возьми и нам с экрана засветись Но зритель наш уже не промах и этим фокусом его не проведешь И чтоб в четвертый раз все точно было по-иному Он дал за третье творение свой самый мелкий грош И все ж не зря мы ждали фильм четвертый Торетто и девчонки снова тут и наконец-то зритель наш увидит фильм Что был когда-то нереально крут Но должен вам сказать, не все так просто И появился в саге сей один момент, который лично мне от впечатления картины Изрядненько подпортил общий градиент Не буду утомлять вас долгими речами И в двух словах смогу вам объяснить Чем старая команда в новых тачках меня смогла немного огорчить На первый взгляд шикарная картина Девчонки, тачки, старые друзья Но стали появляться в этом фильме моменты, что на мой взгляд были зря Поймите, вовсе я не против Красивых взрывов, трюков и громил Но все же вы со мной согласитесь, что фильм был изначально проводил Которые прекрасно рулят тачки и лихо угоняют от погонь Но если раньше все смотрелось натурально, сейчас все стало как-то не огонь К примеру, вспомним первого творения «Последний выезд наших пацанов» Где быстрая езда и движущийся поезд казались верхней планкой мастеров Но вот, мы видим фильм четвертый, цистерну, что летит на горизонт И складывается ощущение такое, что вместо лысого машины сидит никто иной, как сам Джеймс Бонд В него стреляют, он взрывает тачки, гоняет в шахте к городу, набитому людьми Нигде ни разу и ни в чем не просчитавшись, везде как гусь сухим выходит из воды Конечно, я люблю кино про Бонда, крутых парней и прочие ерунды Но погодите, это же кино про тачки, а не про дядик нереальной крутизны Но видно, Супермен сегодня в тренде, о нем еще потом поговорим А зритель за любимых им героев рублем четвертый фильм изрядно наградил И как по мне, напрасно это сделал Компания его посыл учла И далее от гонок эпопея все глубже в боевик дешевенький ушла Ну что ж, подумали в конторе, срубив вполне приличный кэш Фильм пятый явим на экране вскоре, и в нем увидит зритель больший трэш А драками стрельбой и голыми телами, сюжета слабого сценарий, мы ловко залатаем брешь И вот выходит новое творение, бегом бежит наш зритель в кинозал А там намазали на палочку ему дерьмо с вареньем, вовсю ее пихая сквозь экран Какой-то там барон, элитный полицейский, все их хотят убить, но им все ни почем Джеймс Бонд уже в сторонке нервно курит, стоит и горько плачет за углом И после этой пятой части, когда их крутизна взлетела до небес Сам Бэтмен потихонечку напрягся и стал подумывать, а не сбежать ли в лес? Ведь если с этими отчаянными парнями нечаянно встречусь я на улице ночной Машину заберут, поместье в свою пользу перепишут и Альфреда с собой увезут Ну нет уж, лучше я с палаткой в лес укроюсь, меня они там точно не найдут А если Готэму вдруг станет худо, то вместо мыши пусть Торетто позовут И вот, спустя еще два года, выходит на экраны фильм шестой И с твоего мой зритель позволения, я быстренько поговорю и про седьмой, и про восьмой Пойми, иссякли мои силы, и смысла тоже не видать на каждое такое вот творение по целому абзацу рифм писать Серьезно, кто писал сценарий? Вас надо розгами по пятой точке наказать В начале саги были просто парни, а щас какая-то команда суперменов, твою мать Им только красных труселей да образа иного осталось потихонечку раздать Чего творят, в дела какие лезут, и как им удается все опять? Какой-то террорист, потом его брательник, и супер-мега-хакерша все хочет покарать И всех и все вокруг взрывают, предел уже достигнут крутизны Куда вы разогнали сценаристы, вам за такой сценарий надо дать звезды Что освещает путь таким, как вы писакам на конкурс всенародной тупизны Вы видели, что стало суперменом, когда вы показали фильм восьмой? Он в группу анонимных слабаков в тот час приехал, напился с горя и побрек себе домой Герои все по норам разбежались, забились о пошконку и молчат Трясутся в страхе, ничего не понимая, и сгрызли локти, и тихонько говорят Вы только не пускайте сценаристы к нам этих отмороженных ребят Они без суперсил такое вытворяют, что нас за две минуты победят Мы даже им в глаза смотреть боимся, до их высоты не долететь Еще буквально только пару фильмов, и нам их даже всей толпой не одолеть Возможно, кто-то скажет Автор, стой, не прав ты, дружи Никто ведь не тащил тебя за уши смотреть кино, коль от него так мучает мигрень Но я отвечу вам словами персонажа, который уберет от слов моих сомнений ваших тень Звучат они примерно так Мы вожделеем то, что видим каждый день И если на уши нам вечно надевают приправленную толстую лапшу И дразнят бессюжетную дешевкой, искусство заменив на пыль и мишуру Со временем ты к этому привыкнешь и будешь кушать, что тебе дадут И вновь к своим словам как подтверждение для вас одну цитату приведу Я в ней всего лишь слово изменю Она прекрасно отражает суть моей поэмы Не хочет зритель слушать о проблемах, ему давай иллюзию под слоем тонального крема Друзья поймите, всем плевать на гонки, на реализм и прочие дела Компании коммерческой главнее, чтоб денежка в карман большая им плыла Они что хочет вам поставить в кадр Побольше голых жоп и мускулистых банок Сюжет возглавит вновь тематика бабла Найдется место для насилия, крови, убийства, драк и моря алкоголя И зритель это все сожрет со всеми потрохами Сожрет и будет требовать еще Все потому, что в жизни более реальной его сюжет совсем уже не в счет Нема у зрителя событий Нет чистых пляжей, девочек, крутых машин И большинству в реалиях суровых едва хватает денег даже на бензин Что ж, близится к концу мое творение Уж больше половины пройден путь И я хочу со всей серьезностью, мой зритель, твое внимание к одной короткой сценочке примкнуть Ты просто посмотри, что происходит на экране А я тебе потом скажу, как реагировал народ Когда впервые видел эту сцену на экране и пожирал бидонами попкорн А зритель просто ржал, смеялся не стесняясь Чего смешного тут мне кто-нибудь скажи Серьезно, вашу мать Я просто знать хочу, чего вы ржали Чего смешного увидали вы Вы видели, что там случилось по сюжету? Там парня в клочья от гранаты разнесло Не за какую-то великую идею, а просто так Какой-то там козел шел мимо, ну а ему немного не свезло А знаете, кого взорвали там гранатой, с ухмылочкой дерзкой на губах? Тебя, мой зритель дорогой, тебя там подорвали А ты сидишь и ржешь, оставшись в дураках Ты думаешь, при чем здесь ты? Отвечу Ведь вряд ли ты актер большой величины Скорее всего ты менеджер, кассир, а может быть сантехник Или другой участник в этой нише пищевой цепи Да-да, мой друг, ты на меня не обижайся, что я, быть может, резко так с тобой Ведь я и сам, поверь, простой обычный парень и не хожу с охраной за спиной Я не имею круглых счетов в банке, меня не возит частный самолет По дорогим роскошным ресторанам я, знаешь ли, и вовсе не ходок И думаю, тот коп, которого взорвали, что тоже самолетов не имел Его, возможно, дома ждал сынишка, жена, а может пара дочерей? И вот представь себе сейчас ты на минутку, что этот самый коп твой самый лучший друг А может это сын твой или дядя? Да просто человек, каких полно вокруг Он не играет главной роли в этом фильме, он даже там не на вторых ролях Он там играет эпизод, как ты здесь существуешь в подножии этой социальной пирамиды На самых-самых низких ступенях И выполняя долг, где по сюжету в больнице, раскуроченную стою у дверях Он смог лишь прокричать «не надо», держа гранату без чеки в руках А если нам добавить реализма и кое-какие параллели провести Увидите, что эта сцена будет вся в кровище, криках Затем объявят траур, а в желтой прессе будут всякий бред нести О том, какие негодяи, о том, куда же катится наш мир Ну а куда еще, скажите мне, он может прикатиться, когда с экранов в образе героев на зрителя глядят убийцы А может вспомним некоторые факты и взглянем на такие вот сюжеты с реальной стороны Каспийск, Лыкошино, Нордос, Лубянка, метро, вокзалы, самолеты и мосты И этот список можно продолжать до самой темноты И что-то в новостях тогда не слышно смеха, и лица у людей ничуть не веселы Зато кинотеатр нам вещает по-другому В реальности законы он вмиг перевернет И то, что в этой жизни кажется нам плохо, зато чертой экрана все наоборот И бедный мозг вообще уже не понимает, в какой же он реальности живет И очень мне поверьте, очень часто он то, что видит на экране, в реальность уже эту выдает А как иначе-то, ребята, неужто думали, что Геббельс дурачок? Еще в 38-м он все прекрасно понял и раньше всех усвоил сей урок И вот сейчас, на целый мир с экранов, из года в год нам тонны выливают лжи Пропагандируя насилие, разврат, агрессию, и это все за наш же счет Красиво развели Есть только двое типов фильмов Второй и первый Третьих не дано Вы посмотрите Человек с бульвара Капуцинов В сюжете том как раз об этом и кино Что есть The First, ну то есть первый И есть The Second, то бишь он второй И если первый делает высокое искусство, другой показывает трэш и мордобой Но основная суть кино не в этом Простите, я сейчас заспойлерю Смысл основной картины этой, что то, что видит зритель на экране, тем он в итоге становится наяву И вот сейчас я явно наблюдаю в 2018 году, что этот мистер Second ненормальный и неплохо развернулся тут у нас в миру К рукам своим прибрал синематограф и кормит зрителя мерзотую своей И раз уж раунд мой и я сейчас рифмою, последних срок стихии я посвящу тебе, мой творческий плебей The Second Не посмотрю ни одного и мне плевать Твоих сюжеты, километры, киноленты рождают лишь одно желание пойти и поблевать Сиди и знай одно, мой творческий коллега Ты пасына к великому искусству и как творец ты дно Последние остатки всех своих талантов ты продал дьяволу за грош, за власть и за бабло Что ж, веселись, мой друг, тебе рукоплескают Но это только лишь до той поры, когда прозреет зритель и увидит сквозь экраны всю мерзость твоего искусства и чернь твоей испачканной души Ну вот и все, великий искуситель, на этом я закончу раунд мой Как много ты испортил дарования, направив их дорогую кривой И лучше буду я в открытую у первых плагиатить, исправив их прекрасный слог моей рифмою кривой Чем со своим, но жалким подобием искусства в лучах дешевой славы под номером второй И чем играть за деньги в твоих бездарных фильмах, уж лучше за гроши на свадьбах тамадой А напоследок я скажу тебе цитата и наконец закончу раунд мой То нахер тебя, все твои фильмы, вместе с актеров бездарных толпой Я лучше как гнойный сдохну, но неймом Все прославлюсь и стану толпой!